Приморцы по всему краю присоединились к культурно-патриотической акции «Приморья за наших. Шаг к победе» и флешмобы по вязанию носков для военнослужащих участников специальной военной операции. В акции приняла участие и министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Я лично связала, вот у меня уже вторая пара, потому что у меня много ребят знакомых, кто исполняет долг. Конечно, мне хотелось бы, чтобы каждый получил от меня такой привет из Приморского края с любовью, с частичкой нашего тепла. В акции заявились для участия почти 3000 человек. Это представители социальных и общественных организаций, партия «Единая Россия», молодогвардейцы, школьники и студенты, серебряные волонтеры и все желающие. Площадки для проведения предоставили учреждения культуры и искусства, образовательных и социальных организаций, молодежных центров. Прямо сейчас, параллельно с нашей акцией, на одной из точек сбора мобилизованных граждан мы организовываем концерт правительством Приморского края. Там наши волонтеры акции. Мы вместе с опросными листами общаются с военнослужащими, узнают, какую можно оказать помощь семьям. Вообще весь Приморский край, все, кто сейчас может вовлечься в оказание помощи нашим гражданам, нашим защитникам, все активно этим занимаются. На главной площадке акции в Центре содействия развитию молодежи Приморского края собралось несколько десятков участников. Большинство вязали носки. Но не все участники акции умели вязать. Однако каждый старался внести свой вклад в общее дело. Так народный мастер Марина Иов в течение дня проводила мастер-классы по изготовлению красивых открыток. Мы решили делать открытки. Открытки, говоря по иностранному в технике скрапбукинга, по простому в аппликации. Мы как бы решили то же совместно, что не очень будем напирать на военную тему, а будем напирать на мирную, на солнце, на наши домики, на шаморе, на море, на парус. То есть на то радостное, что они сейчас оставляют, но что их непременно будет ждать. И вот уже у нас открыток очень много получилось готовых. Я думаю, даже самое главное в этих открытках не оформление. Я вот сейчас перелистывала не композиция, а те слова, которые пишут. В течение дня по видеосвязи подключались муниципалитеты. Послания с самыми теплыми словами пожеланий для бойцов вкладывали в каждую пару носков. Также к ним прикрепляли бирку, на которой были указаны имя мастера и телефон, чтобы воин по возвращению домой мог позвонить и сообщить, что он вернулся. По отзывам участников акция им очень понравилась. Это мероприятие не только объединило людей разных поколений, но и предоставило возможность пообщаться и внести свой вклад в победу наших воинов. Там они почувствовали тепло наших рук, чтобы мы знали, что они там не одиноки, что их поддерживают здесь, на родине, как можно сказать, потому что они далеко от дома. Чтобы им было тепленько, а не вечером. Кто на ночь оденет носочки, кто сапожки оденет носочки и вспомнит про нас, что мы есть на свете, что мы любим их, что мы ждем их, и чтобы они вернулись живыми и здоровыми. А некоторые участницы прямо на площадке сочиняли стихи, посвященные защитникам Отечества. Дорогой сын, внук и брат, каждый из вас стал солдат. Сегодня с пряжей вплетаем молитву, она защитит вас в битве. Мы дарим тепло души, работы вязальщиц хороши, согреют холод ваши ноги, шагающие по военной дороге. За героизм, ребята, поклон! Наши сердца бьются с вами в унисон. За мужество каждый благодарит. Господь пусть всех хранит, всем мирного неба над головой. Защитник, воин, возвращайся живой. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok